Меня зовут Наталья, со мной рядом находится мой сын Марк, самая младшая у нас в семье. И диагноз у нас звучит официально частичная моносомия, он же синдром микродилекции 2G23.1. Это очень редкий синдром. У Марка отсутствует участок длинного плеча 2-й хромосомы и затронут ген МБД-5. Он любит очень кружиться у нас. Это, наверное, отличие детей с расстройствами оптического спектра, когда ребенок кружится. Он у нас, когда пошел, только первые шаги начал делать, полтора года тоже очень любил кружиться. Он докруживал себя до такой степени, что у меня зрительно уже голова кружилась, а он чувствовал себя замечательно. То есть, когда он вставал, у него вот это вот состояние, когда он якобы пришел в баланс, все хорошо. Поздно пошел, в полтора года начал ходить. Он не говорил вообще, то есть ни одного слова, ни на что-то еще, да, такие вот самые простейшие. Там мама, папа. Единственное слово, которое он говорил в 2 и 8, когда мы пошли в садик, потому что мне нужно было выйти на работу, а Марку нужно пойти в сад. Он говорил папа, то есть не обращаясь к папе, а просто слово у него папа, наверное, просто было сказать. И когда мы пошли в сад, у него вообще прекратилась речь. То есть я так уже сейчас понимаю, что у него пошли откаты. То есть у ребенка была задержка речевого развития, так как он не говорил вообще, у нас у НР первого уровня ставят, ставили сейчас повыше уже, второго уровня. То есть не говорил, плохо ходил, не ел сам, не умел пользоваться туалетом, умываться, раздеваться. То есть у него общаться с детьми, то есть он не общался с детьми вообще, со взрослыми тоже. То есть для него наша семья, она вот в приоритете. То есть даже когда у него сейчас спрашивают, о чем же ты мечтаешь, потому что хочется все-таки у ребенка узнать. Он говорит, я хочу быть дома, и чтобы все были дома. Мама, папа, Диана, Никита, то есть брат сестру, да, мамыш? Мелкая моторика нарушена. Сейчас нам идти в школу, то есть Марку 7 лет, 1 января исполнилось. И в сентябре нам положено идти в школу. То есть ручку он держать не может. Мы проводим занятия с дефектологом три раза в неделю. Каждые три месяца мы стараемся попасть на реабилитацию. То есть у нас есть в городе в центре реабилитации «Родник». То есть мы туда каждые три месяца попадаем. То есть массажи, парафин делаем на ноги, на руки. И занятия с психологом, дефектологом, с логопедом. То есть у нас это каждые три месяца. И к Людмиле Ивановне, да, три раза в неделю мы готовимся к школе. Вот сейчас Марка у нас показывает, чем он там занимается. Пишет, учится читать. Ну, считать буквы. Во-первых, с чем все это связано. Когда Марку было 2,8, мне нужно было выйти на работу, так как я находилась в декретном отпуске. Марк пошел в садик, и он начал часто болеть. И всякими отитами. Переболел с тем, чем нужно. Рвотами дома находиться. Как бы больничный брать, в принципе, у нас не приветствовалось. И приходилось совмещать. То папа с ним сидел, я потом выходила. Нужно было свою работу делать. И когда к врачам обращалась, что да, у меня у ребенка есть нарушение. То есть и с туалетом проблема, и одеваться не может, и разговаривать не может, и ходить не может нормально. Уставал к обеду, то есть я его несла. То есть если где-то мы находились. И у меня, да, вот в тот момент у меня началась паника. Когда мне врачи до этого времени успокаивали, что подождите, дети развиваются по-разному. Ну, вот старший так, значит Марк так. Ну, единственное, что было очень тяжело сначала, что я не могу работать. Так как Марку нужно внимание 24 на 7. То есть от этого никуда не деться. Он как-то не ориентируется в пространстве. У него нет вчера, у него нет завтра, у него есть сегодня. Именно такой момент. Ну, опять же, вот он, наверное, научил нас не планировать так жизнь, да, на какие-то долгие там сроки, да, а жить именно сейчас. И не то, что получать какое-то удовольствие, а наблюдать за этими моментами, что мы каждый шаг, да, наблюдаем, радуемся всему. Мы даже там вышли в ограду, облились, там, не знаю, поиграли. И для нас это радость, мячик попинали, да, всё замечательно. Любовь взрослых людей, которые близки этому ребёнку, то есть они должны чувствовать внимание, заботу, любовь. Это, мне кажется, самое главное, при котором ребёнок, пусть даже у него там очень мало шансов на там полное выздоровление, либо там, чтобы он начал ходить. Но вот эта любовь и внимание, и забота, ребёнок это чувствует. И он в любом случае будет идти вперёд. У него будет и настроение хорошее, а если ребёнок будет чувствовать себя хорошо, естественно, и мама будет себя чувствовать хорошо, да. Ну это, да, всё будет замечательно. То есть любовь к детям. И ещё, если родители находятся только на начальном пути, да, когда видят, что у ребёнка есть какие-то нарушения или проблемы со здоровьем, с развитием, я вот прям, положа руку на сердце, советую, чтобы не затягивались с этими моментами, чтобы дошли до конца всё-таки, вот узнали диагноз ребёнка, почему с ребёнком это происходит. Никогда не откладывали в долгий ящик и не слушали вот таких, наверное, неответственных врачей, которые говорят, подождите, подождите, дети там по-разному развиваются, он там ещё всё это сможет сделать. Если ребёнок, есть какое-то у ребёнка нарушение, проблемы, то, пожалуйста, доведите это до конца и не убирайте там какие-то последствия, да, от какого-то серьёзного заболевания, которое может привести к плачевным таким результатам. То есть узнаёте диагнозы, узнаёте, с чем вам работать, над чем работать и вперёд. Субтитры создавал DimaTorzok